Итак, мы отправляемся в ресторан, чтобы приготовить с нашей слабосоленой форелью старинное русское холодное кушанье, которое называется ботвинья. К тому же, это отличное блюдо для профилактики инсульта и инфаркта. Роман, доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Роман Веретило, шеф-повар. Мы будем готовить ботвинью с форели. По составу будет у нас ходить шпинат, щавель, ботва, огурцы свежие и зелень, петрушка, укропчик. Я так понимаю, что это один из основных ингредиентов. Это основа. Квас. Сесиль будет у нас бланшировать щавель, ботву и шпинат. Хорошо. Буквально одну минутку в кипятке и вытаскиваем. Что мне делать? Резать укроп и петрушку. А вы, наверное, с огурчиками поработаете? А я поработаю с огурчиками. Хорошо. Вперед! Как раз у нас подходит шпинат, и мы его проблондерим. Принимаю за рыбу. Вы ее как будете? Мелко-мелко резать, да? И не мелко, и не крупно. Кубиками? Средним кубиком, да. Вот рыба – это продукт, который без зазрения совести можно назвать суперфудом. Потому что и витамин D, который полезен для костей, и омега-3, который полезен для сосудов. Ну, в общем, кладезь пользы. Только одна проблема. Вот, например, насчет детей. Я скажу так, что пожелания есть этот кладезь полезности у них, может быть, не возникает. Здесь, мне кажется, надо проявить некую сообразительность. Даже, я бы сказал, тактическую хитрость. Так, давай лайфхак. Ну, просто самый простой вариант. Да, положить рыбу снизу, а сверху, например, картошечку. Да, присыпать все это сыром, как ты любишь, вот, гратен вот этот, да, все это запечь. Так, чтобы сверху была корочка хрустящая, вкусная. Да, дальше картошка, привычные ребенка. Да. А уже где-то под ними, да, прячется рыбка, которой нет-нет ребенок, да, зацепит вкусовые рецепторы, привыкнут. И все, мне кажется, что это значительно более такой мягкий способ приучить ребенка к рыбе. Дорогие родители, не отчаивайтесь, если ваш ребенок не ест особо рыбу, попробуйте вот ее подать детям вот таким образом. Все ингредиенты готовы. Собираем ботвинью. Ботвинья со слабосоленой форелью для профилактики инсульта и инфаркта. Отварите пару минут ботву от свеклы, шпинат и щавель. Слейте воду и зелень измельчите в блендере. Нарежьте огурцы, свежую зелень и рыбу. Все ингредиенты соедините и залейте квасом. Подавайте блюдо холодным. По вкусу можно добавить горчицу и сметану. Выглядит чудесно. Я просто никогда не ела ботвинью, поэтому я очень взбудоражена интересом. Надо, я так понимаю, зачерпнуть так, чтобы все вошло сразу. О, это вкусно. И огурец, и рыба. Естественно, конечно. Ой, ничего себе. Вкусное блюдо получилось. А насколько полезное, вы себе просто не представляете. Начать с того, что омега-3 жирные кислоты в составе рыбы защищают наши сосуды. А значит, и сердце, и мозг от инфарктов, инсультов. Плюс к всему, поскольку здесь вот эта вот ботва, она содержит большое количество витамина К, который препятствует кальцификации этих самых сосудов. Значит, получается, что это вдвойне полезно для сердечно-сосудистой системы. А мы можем вывести формулу еды? Всего лишь 150 граммов форели улучшат состояние ваших глаз сердечно-сосудистой системы и предотвратят риск переломов. Роман, большое спасибо за проведенное время вместе. У вас золотые руки и золотое сердце. Я бы так не справился без вас. Да, да, естественно. Спасибо вам большое. Бон аппетит.